Здравствуйте, друзья! Надо или не надо отдыхать в Дагестане? Отдыхать в Дагестане, конечно, надо, потому что, во-первых, это Россия, во-вторых, туда летают самолёты, и, в-третьих, ко всей прочей красоте, горам, барханам и прочей природной ненаглядности красоты, там ещё есть Каспийское море. А Каспийское море – это не просто солёная вода, это ещё и пресная вода, то есть такое сочетание целебное, которое вы нигде не найдёте, кроме как в Дагестане. В этом году мы поехали в Дагестан самостоятельно, плюс туда летают самолёты, я уже говорила. Летают авиалинии Аэрофлот, Уральские авиалинии и некоторые другие. Мы полетели Аэрофлотом. Билеты покупали на сайте сами. Есть всевозможные сайты, в том числе авиасейлс, по которым можно ловить скидки. В принципе, можно сэкономить, летая без багажа. То есть багаж – это где-то 8 тысяч на двоих минус. Мы покупали с багажом, потому что думали, что придётся везти назад какие-нибудь подарки для родных. Жили мы в отеле. Отель «Крепость», город Махачкала, столица Дагестана. Отель бронировали заранее на сайте Яндекс.Путешествия. По программе «Верните 20% бонусов, если оплатите картой МИР». То есть я впервые воспользовалась этой программой. Получила приятный бонус в виде 20% мне вернулась на карту МИР. Отель был хороший, современный. Если кому подробно, то у нас есть ролик отдельно о номере в отеле и проживании. Далее, что посмотреть в Дагестане? Почему туда нужно ехать, кроме моря? Ещё раз повторюсь, море. Ну, к нему ещё вернёмся. То есть Дагестан – это туристуры, которые уже организованы за вас. Можно, не снимая гостиницу, взять и договориться с этими турами. Два-три дня, четыре-пять дней и поехать в горы. То есть там вам предоставят уже и гостиницу, и проживание. Но мы так не делали. Мы оплатили отель на все семь дней. Мы были предоставлены себе. То есть не зависели, нет какой другой организации. Захотели сегодня, пошли на море купаться, на городской пляж Махачкалы, на другой пляж Махачкалы. Благо, их пять, по-моему, пляжей только в Махачкале, если не больше, не считая диких. И есть ещё город Каспийск, который просто прилегает к Махачкале, очень близко от нашей гостиницы. На такси мы туда ездили за 200 рублей и обратно, и там купались. Экскурсия, которую обязательно нужно посетить, это Сулакский каньон, необыкновенной красоты ущелье, мостик над ним. Далее вы следуете форелевое хозяйство глав рыба, где прекрасно оборудовано всё для семейного отдыха, вкусные рестораны, столовая. И вообще просто там природа необыкновенная. Далее вы обязательно посетите Бархан-Сары-Кум, на котором снимался фильм «Белое солнце пустыни». Ниоткуда возникла куча песка, среди гор, среди моря. Конечно, Дагестан – это ещё и вкусная кухня, всевозможные чудо с разными начинками. Хан-плов, который можно попробовать в ресторане глав рыбы. Ну и, конечно, национальное блюдо специальной дагестанской кухни. Если вы поедете в тур, вы обязательно там всё попробуете. Фрукты на июнь месяц, была клубника, была черешня. Ну, на рынке были и другие ягоды, вплоть до чёрной смородины. Персики уже начинали поспевать. Конечно, другие фрукты ещё только в сентябре и в августе соспеют. На чём передвигаться? По Махачкале. Такси, Яндекс-приложение, если у вас установлено, всё работает. Ловит вашу геолокацию по телефону, очень удобно, мы пользовались. Потом нам подсказали эконом-такси, номер простой, 600-600, запомните. Можете пользоваться, там ещё дешевле, где-то рублей на 100. Все поездки будут вам обходиться дешевле. Каспийск, ещё раз возвращаюсь к нему, там коса проходит, и поэтому волны не такие сильные. Вообще Каспийское море после обеда достаточно бурное. Но кто любит кататься на волнах, это очень здорово. И кто любит мелкое море, достаточно мелкое, боится, может быть, плавать, это вообще ваш вариант. Песок здесь волшебный, жёлтый-жёлтый, жёлтый-жёлтый, мелкий-мелкий, зернистый. Прекрасный песочек для отдыха. Подводя итоги, озвучу цены. Перелёт на двоих человек в обе стороны встал нам в 30 тысяч рублей. Из них 8 тысяч – это багаж. Рейс был регулярный, его не задерживали. В самолёте кормили едой. То есть был горячий сэндвич, была шоколадка и йогурт, либо шоколадка и яблоко, когда летели назад. Самолёт комфортабельный. Лететь три часа. Отель бронируете на сайте Яндекс.Путешествия или бронируете здесь, где вы хотите. Цены достаточно демократичные. Средние – 2500, 3000 – это уже будет люкс, прекрасный номер. С питанием у нас был включён завтрак. Красота, смотрите, какая в Дагестане. Такси – 600-600. Туры я напишу в описании, к кому обратиться, куда поехать. А ещё в Дагестане добрые люди. Так что выбирайте Дагестан, не пожалеете. Всем пока!